Вопросы о нравственности 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 Выбор, перед которым вы стоите, решение, которое вам нужно принять, это то, что обоснованно считается и должно быть обязательством каждого человека. Это то, что универсально, применимо и признается всеми людьми. Подумайте о следующем. Есть ли у меня основания требовать от всех, чтобы они не воровали? Вроде бы да, было бы хорошо. Это не из сферы того, что относится только ко мне и никому другому. Это, похоже, правило, которого должны придерживаться все. А что насчет того, что мне предстоит серьезный выбор? Бифштекс или курица на ужин в определенный вечер? Этот принцип не подходит. Что бы я ни выбрал в четверг вечером, ни в коем случае я не стану считать, что могу требовать от всех людей такого же блюда на ужин. Так что подобное решение не поддается универсализации. То же относится и к выбору ножниц или щипцов для педикюра. Что бы я ни выбрал для стрижки ногтей, этот вопрос моего личного предпочтения. Было бы бессмысленным требовать от всех поступать так же. Итак, сначала определите, может ли данное требование, правило или вопрос поддаваться универсализации. И второе. Нужно определить, имеет ли это отношение к состоянию окружающих людей. Предположим, по какой-то причине, например, что-то не в порядке со мной с психологической точки зрения. Нет, со мной все в порядке с психологической точки зрения, не волнуйтесь. Но представьте, что я просто принимаю решение, что когда я иду по тротуару в своем районе или в центре города, я не буду наступать на трещины в дорожном покрытии. Это те трещины, которые разделяют один блок бетона от другого. Вот смотрите. Неважно, приму я решение поступать так или нет, но мы уже видим, что такое решение едва ли можно требовать от кого-то еще. Тем более, если бы я принял решение не наступать ни одну черточку или трещинку в дорожном покрытии никогда в жизни, мы не можем требовать этого от других. Я также думаю, что в подобных решениях... Заметьте, я отдельно упомянул решения, принимаемые человеком с психологическими проблемами. Они здесь не рассматриваются, хотя меня заботит неумственное состояние. Итак, в подобных решениях будет очень трудно привести доводы, чтобы показать, что ненаступание на трещины в тротуаре очень важно для благосостояния человека. Таким же образом можно оценить и выбор красного полотенца для вытирания или зеленого, или черного. Согласитесь, трудно будет сказать, что такие решения имеют значение для благосостояния человечества. С другой стороны, правила «не убей», «не кради», «не лги» – эти правила имеют значение для благосостояния человека и человечества. Очевидно, что подобные вещи, а мы с вами назвали два пункта из четырех, – это то, что реально определяет нравственный поступок и отличает его от ненравственного. В-третьих, ситуация, которая требует принятия решения, исполнения, решения в виде поступка или запрещения поступка – это то, что может регулироваться предписанием, таким предписанием, как, например, «не убей». Другими словами, для того, чтобы проблему, поступок или решение можно было назвать нравственным, должно быть что-то, что вы могли бы предписать. Предписать – значит также и требовать. В первом пункте мы уже говорили об этом, но здесь имеется в виду требовать исполнения предписания не только от себя, но и от каждого другого. Если это важно для благосостояния человека и человечества, то вы бы хотели предписать это правило, и вы бы сделали все, что от вас зависит, чтобы побудить людей следовать этому предписанию, так как, если они не будут делать этого, то нанесут вред своему благосостоянию и благосостоянию других. И в-четвертых, это нравственное решение должно быть чрезвычайно авторитетно, утверждено свыше. Это серьезное решение поступок или вопрос. Это не решение о том, наступать на грязные лужи, чтобы они расплескались по тротуару, или обойти их стороной, наступать мне на трещинки на мостовой или нет. Мы говорим о серьезных вопросах. И что бы я ни решил, это имеет определенный авторитет. Если я приду к выводу, что людей убивать нельзя, тогда я могу сказать, убивать людей нельзя, но это относится к другим людям, а я могу убивать, когда захочу. Тем самым, я подразумеваю, что другие обязаны серьезно воспринимать это правило, а мне это не обязательно. Чтобы правило можно было назвать нравственным, а в отличие от безнравственного, оно должно быть серьезным, значимым, применимым к другим, так же, как и ко мне. Я не могу вывести правило и сказать, что все остальные должны выполнять это правило, а от меня этого не требуется. Как я уже говорил несколько минут назад, могут возникнуть споры по этим пунктам. И хотя нет общего согласия среди философов, мы можем получить некоторое общее представление о том, как различить то, что относится к категории нравственного, а что к категории ненравственного, и что вообще не входит в рамки того, чем мы занимаемся на этом курсе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok